Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал XEGET пришел следующий вопрос. Почему Бог требует поклонения? Знаете, достаточно просто поменять одно слово в этом вопросе, для того, чтобы уже дать ответ. Мне кажется, что лучше всего здесь подходит слово «достоин». Бог достоин поклонения. Тогда все становится на свои места. Достойны поклонения те, кто является источником нашего бытия. Скорее, почитания наших родителей, уважения, наших учителя, тот, кто спас свою жизнь, облегчил ее, врачи, благодетели. Тот, кто помогает тебе встать на ноги, а если ты упал, подняться. И действительно достоин и почитания, и поклонения. Наш Бог, наш Творец. Тот, кем мы живем, движемся и существуем. Тот, кто любит нас и ждет ответной любви. Но не только к нему, но и к малым сим. К тем, кого он любит, а мы недолюбливаем. К людям. К нашим ближним, к нашим дальним. Причем речь идет не о сердечных чувствах, а о деятельной любви. О помощи. В любом виде оказываемой. Вот все. Поем Богу нашему, Донди же Есме. Тебе, Господи, хвала. Тебе, Господи, честь. Тебе, Господи, поклонение. Есть молитвы, прославляющие Бога. Не только что-то, просящие у него помощи или прощения. Это самые лучшие молитвы. Молитвы благодарности. Молитвы прославления. Их много в псалмах. Есть молитвы и гимны Григория Богослова, Амбросия Медиаландского. Почитайте когда-нибудь их. Не только утренние и вечерние молитвы. Не только что-нибудь попросите. А просто прославьте Бога. Вот просто так. За то, что Он есть. За то, что Он с нами. За то, что Он дает нам. За то, что не дал. Но дал самое главное. Дал жизнь и даст жизнь вечную. Мы в свое время потеряли все это. Но Он восстановил связь с собой. И даст нам себя вечной жизни. Да и сейчас дает в Таинстве Евхаристии. Поэтому хотите Бога поблагодарить. Причащайтесь. И любите друг друга. И так исполнил закон Христов. Таким образом, дадим Богу достойное Ему поклонение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...